Так, хорошо, здесь остановитесь. Рассказывайте, кто вы? Я соседка ваша, Марфа. А? Марфа. Соседка ваша, вот здесь живу, в этом доме. Я не пойму, вы-то какое отношение ко мне имеете? Я ездила к дочери в Германию. Дочь Марина у меня смотрит ваш сайт. И восхищается вашей жизнью. Она вам послала 8 тысяч. Не знаю. А откуда, как её дочь звать? Марина. А я была 3 месяца в Германии у неё. А живёте где? А здесь я живу, вот. Приехала из Германии. Ну, живу. Дом ваш здесь? Да, да. А где? Под снос который. Где? Ну, вот 6 квартир вот тут, аварийный дом. Цифра 6, да? Да, 6. Подождите, сейчас я зайду, позвоню. Идите сюда. Пока стойте, сейчас я позвоню, сейчас тут откроют. Так. А в Германии-то вы у кого были там? У дочери. Как её звать? Марина? Марина. А фамилия? Она мейстер, она за немцем. Не знаю даже. Не знаете вы, а я тогда... А как она о нас узнала? Она смотрит каждый раз вас на сайте, ваш сайт. И нравится? Не восхищается. Так, заходи. Ой, как что я делаю? Да что ж, как что делаю? Я с другом, я за водичкой сразу купути, поэтому я... Так, ну дальше ходить не надо. Сейчас давайте раздевайся, пока тут я могу вас оставить тогда. Нет, я раздеваться не буду, я вам денежки отдам и уйду. Так, Надежда Васильевна. Сейчас, минуточку, я прикручу этот. Так. У вас номер какой? Ползунова 8. 8, прям рядом. У вас двухэтажный дом? Да. А какая квартира? Квартира 8. И 8 дом, и 8 квартира? Да. Я уже тут давно с вами. Ты её знаешь, нет? Ну, я мимо хожу. Нет. Слепого увидал. Я мимо хожу, мимо хожу каждый день, я вас-то знаю. А я-то... Я вас знаю, а я соседка вот по этому дому, 8, вареный дом. Квартира 8. Ну, может быть, ну, я видеть, ты видела, так я не знаю. Ну, я с вами не общалась. Нет. Но я знаю про вас всё. Ну, знаете, знаете, да мята вы посторонний человек, и кто-то стучится, а кто стучится, не знаю. Ну, я такая... Слышать, не слышу. Так. А вы сами-то как узнали о нас? Просто... Я из Старобрядцев. Как? Я из Старобрядцев. А куда ходите молиться? Молиться пока дома молюсь, но ходила на Луговую, вот у них тут, Поморская. А у вас священника-то нету? Беспоповцы? У нас беспоповцы. Не Поморские? Поморские, да. А, вон как. Поэтому я вас знаю. А мы-то из Белокринецких. Белокринецких. Ну, вот Белокринецких я хочу или к вам хочу пристать, или вот они Белокринецкие переезжают на партнерах. Так а вы уже сколько здесь живёте, вы это рядом-то? Давным-давно. А почему никогда не подошли рядом? Ну, вот как-то так. Занято я человек. Сколько же упустила ты? Человек занятой. Ну, Евангелие читаю. Библию читаю. А ну-ка, встань, я посмотрю на тебя. Как ты одета? Повернись вокруг. Подай. Ну, нормально. У нас, знаешь, платье не больше 10 сантиметров должно быть от полу. Значит, я правильно оделась. Почти правильно, почти. Я переодевалась. Ну, ладно. Значит, я тебя оставляю. Это моя хозяйка. Ну, я поняла. Надежда Васильевна. Я вас видела по телевизору в Германии. В Германии. Она смотрит и восхищается, доча моя. Вот, брат, какие дела-то. Я только сейчас отпустил одного человека. Сейчас скорее в интернет, там надо ставлю большие материалы. А вы дочери как расскажете, что здесь были? А она увидит, а она мне звонит каждый день. Я только приехала, она мне звонит. Ну, это у меня вопрос и понятный. Как ты столько времени была и не подошла ни разу? Ну, я знала вас. А вы знали, что мы молимся здесь? Знала. Значит, в это воскресенье у нас будет батюшка. Так что можем в субботу с вами встретиться у нас здесь. Можно приходить. Можем приходить. Ой, в субботу я... Сейчас, у тебя паспорта есть? Паспорт есть у меня. Ну, принеси. У нас без паспорта нету никого. Обязательно, чтобы паспорт был. Мы даже записать. Молодцы. Так и надо. Я в субботу не смогу, потому что у меня у сестры юбилей. Это не имеет значения юбилей. Пускай она этих голубей бьет раньше, а сейчас нельзя. Нет, 70 лет ей. Никуда не денется приходи. Я уже приглашена. Ну, давайте вдруг... Отстань от этого, батюшка будет здесь. Разве это можно? Это жизнь вечная. Это временно. Какой юбилей? К смерти на один день, на год. Ну, мы давно не виделись. Нас много. Увидишься в понедельник. Нет, нет, они не приедут. Вот видишь, с первого дня уже у нас не сходится. Не сходится. А что делать-то? Я такая... У нас два брата приехали, приедут. А во сколько у вас? Сабанту это будет? В час. В час дня? Да. А у нас-то во сколько? В четыре. В четыре. Так что до четырех-то поправишься? А, ну успею тогда. Ну все. Я тогда приду. Тогда к четырем подали. Там звонок на улице есть, если будет заперто. Прямо на дому звонок. На дому, на воротах? Ну где они у ворота, к дому забор подходит, и там видно, звонок стоит. Прямо на самом доме. Ну к четырем. Звонок внутри ограды. Я вам покажу где. Ну ладно. И, значит так, Надежда Васильевна, сейчас побудешь здесь с ней. Поговоришь и узнаешь. Ко мне что, имеешь сказать? К вам что хочу сказать? Что тоже восхищаюсь вами. Этого недостаток. А дочка-то ходит в церковь? Дочь стала ходить. Как? Ходить стала. А в каком городе живет? Золинген. Зоннеберг? Золинген. Это надо узнать. Это небольшой городок. В общем, ты мне напиши адрес на это, и я сведу ее с нашими людьми в Германии. Да. Она ходит в церковь, вот она не ходила, потому что у нас горе. Все, там разберутся все. Мы скинем им только данные. Напиши ее адрес, и в какой город, и я там дам телефон, главное, телефон. Ну, он небольшой городок, он недалеко от Дюсидорка. И в этих небольшом городке живут наши, алтайские. Да? Да. Очень хорошие люди. И она там с ними будет, как одна семья. Не, главное вам денежки отдать. А почему она решила деньги нам дать? А она что-то там почитала, что вам на визитки надо на какие-то. Увидела в интернете. А про что? Визитки, сказала. А визитки мы уже сделали. Ну, значит, вам они все равно пригодятся. На книги. Так это она просто жертвует? Она была, она, она где-то... Так, мы это дело пожертвуем на приезжающих. Ко мне копейка ни одна не попадает, так, чтобы ты знала. Вот, 8 тысяч. Это ее деньги. А то мы можем сделать так. Она мне строго сказала, чтобы я сегодня принесла. Так это, можно книги дать ей. Можно на эти деньги книги ей дать. Да не надо, куда мне определенные... Она просила Библию вашу. И Евангелие трехтомник с толкованием. А Библии моя, у меня Библии нету никакой. Библии нету? Никогда не было. Ну, тогда трехтомник с толкованием, это я купила. Отдельно трехтомник как раз сейчас уже не посылаем, а только полным комплектом. Ну, вот трехтомник не надо. Это даже никакая не цена. Это дорого все? Ну, дорого. Я вам... Томы купим, когда будет. Это 38 томов книг у меня. Моих книг. Нет, она сказала, Евангелие трехтомник. Значит, с декабря месяца, теперь, кто желает трехтомник, только все вместе книги. Потому что книги кончаются, а одна часть остается. И надо 38 тысяч. А? 38 тысяч надо? Или сколько? Нет, это у меня теперь, если с пересылкой... Без пересылки, если здесь возьмете, 42 примерно. 42 тысячи. Да. Вот она это увидит. Она же смотрит. Ну, дело в том, что у нас правила изменились, мы больше не можем еще делать. Если за границей, которая 1250 долларов. Это другое дело. А это она вам жертвует на благотворительность. Ну, не нам. Это те, которые приезжают люди, бывает бедные. Мы для них фонд образуем сейчас. Вот, вот. Она просила передать. Ну, я даже не знаю, как у вас брать-то их это. Надо, чтобы вы уверены были. Лучше было, когда у нас люди будут нуждаться, ты к ним пришла, своей рукой подала. Нет, я вам хочу, я не хочу. А вы сами... Вас как звать? Подожди. Как звать-то? Марфа. Марфа. Знаешь, Марфа, положи эти деньги себе за пазуху где-нибудь. Нет. А будешь у нас ходить, в воскресенье мы покажем нуждающихся. И ты сама поможешь. У нас здесь есть... Мать умерла в 41 год, четверо ребятишек остались. И ты через нашу сестру не им подашь, а те, которые над ними патронируют. Своей рукой подашь. Мне это не надо. Вот в чем дело-то. Ну, чтобы они... Ну, положи пока в карман. В надежные руки отдаю ей. Ну, считай, что отдала. Давай, давай, возьми, возьми. Возьми, возьми. А теперь верни назад ей. Все, верни назад. Вот мы вас взяли. И отдали через вас вы с рукой-рукой, подадите им воскресенье. Ну, сдающимся. Воскресенье. Воскресенье. Положи, не потеряй. Воскресенье я свободна. Вот так. Посмотришь все книги, и тогда, если, значит, взять, значит, тогда возьмешь. Но нет, это... Потому что книги к концу идут. Вот сейчас два комплекта в Америку отослали. А в Америку это 1250 долларов. Им дороже. Дорогая пересылка, которые у нас здесь живут в России, сейчас отправили там, это с пересылкой 45 примерно. А здесь без пересылки, значит, вчера пошли, мне кажется, 10 тысяч отдали за пересылку только. А Евангелие вы мне уже дали. Красный Евангелие. Красный Евангелие. Ну все, больше ничего нет у нас. Ну вот, вы мне дали. А вы с кем живете здесь? Я одна живу здесь. Сколько лет вам? Восемь и один только. А? Восемь и один только. Восемь и один. Восемь и один? Да. Да ты что, с 39-го? С 38-го. Ну, однако старше меня. Я знаю, что вы... Я все права знаю. Я знаю, что вы с 39-го. Так. Ну, молодец. Мне очень нравится. Так договорились, паспорт не забудь, заранее положи в карман. Ладно. Тут, которые у нас контроль держат, они отдадите, им они при вас распишутся. Знаете, что это деньги ваши? Да, да, она же. Своей рукой подашь нуждающимся. У нас есть те, которые собирают, и этим детям, тогда, где нужно, все это по счету. Это на четырех детей, которые остались без матери. Хорошо. Так что дочери себе сообщи, так скажи, деньги эти в хорошее дело пошли, чтобы она не думала. Угу. Своей рукой передашь завтра, послезавтра. Хорошо. Завтра я прихожу завтра к четырем. Что завтра? Ну... Завтра четыре часа. На службу. На службу. Только прийти надо пораньше, одеть по форме, и все, подскажи. Как по форме? Значит, платье должно быть не выше десяти сантиметров от пола. У вас высоковато. Пониже. Вот пониже. Значит, или пришить что-то, или обдернуть. У меня юбка, я спущу ее. Ну, ты такая, боевая-то. Вот молодец Марфа. У меня сестренка Марфа. И она моложе меня. Ровно, она 10 июня, я ровно на 20 лет. Как по заказу. А сейчас слово Марфа-то нигде почти не встречается. Ну, у меня по паспорту Марфа. А Марфа та, которая Христа кормила. Господь говорит, ты Марфа, Марфа, а много заботишься. А душе нужно только одно. Так. А там узко. Какого числа? Я даже знаю у вас какое число, день рождения. Что она знает? Знаю день рождения число. Да, 10 июня. А я 10 июля. Великие люди. А так скажи, а чем ты занимаешься в свободное время дома сидишь? Я ИП. Я не дальний предприниматель. Я рабочий. А что предпринимаешь-то? А у меня общий бабушкин массаж. А? Общий бабушкин массаж. А что это такое? Ну, лечу людей. Массажем. А чем? Руками. Молитвой. Не я лечу, Господь лечит. Поди что-то шепчешь. Ничего не шепчу. Читаю молитву отче наш. Помоги. Так они сами еще не прочитают, кто люди-то. А они не умеют. Дадим бумажку им. Ну ладно. Вас надо очень хорошо проверять. Люди, которые лечат вот это, они, как правило, бывают под подозрением. С нечисткой силой связанной. Нет. Я только... Это надо будет проверить, батюшки. Без молитвы не лечу. Ну, они все иконами обставлены, молитвами. И один старец исповедовался, так он его с Хиугумен до глубокой ночи исповедовал. Только тогда он рассказал, с какой силой имеет дело. Это очень серьезное дело. Ну, хорошо, ладно. Я согласна на все. Я чистый человек. Что? Я чистый человек. Ну, да дай Бог. Я... Я просто говорю вам от этих... Меня бабушки и дедушки вылечили? Да. А почему я должна лечить? Никак. Они обязательно бабки и детки своим передают, чтобы за руки взять. А потом... Нет, нет, чужие бабки передали. Передать, чтобы... Ну, какие-то молитвы считают отдельно, которые не очень наши. Ну, я только очень наш. Ну, я поверил, но надо проверить будет. Маленький начал читаю. Большой начал. А какой большой начал? Ну, маленький начал. Божий милостлив начинается. Окончается... Опять Божий милостлив. А Царю Небесный знаешь? Царю Небесный. Ну-ка, считай. Царю Небесный. Господи, Иисус Христиан. Господи, Иисус Христиан. Господи, Иисус Христиан. Вот истинно старая обрядка. Почему поклониться не умеет? Ты как еврей у стены плаща. Ты должна отопоклониться так, если не больная, чтобы рука могла пол достать. Это опасной поклон. Ну-ка, как? Я первый раз. Как? Чтоб рука могла пол достать в поклоне. Вот смотри, как она кланяется. Вот так. Ну, она, видишь, инвалид. Господи, Иисусе Христе. Господи, Иисус Христе. Сыне Божий, помил мне грешность. Я поклонюсь, чтобы рука пол достала. Вот это я не знала. Ну, вот такой поклон должен быть. Хорошо. Понятно? А другой это не поклон, это обман Бога. Спасибо, Христа. Хорошо, что до плеча доносишь, иначе это... Я только до плеча. Неломанный крест. Да, да, я до плеча. Ага. Вот, видишь, как. А мы-то из старобрядцев, из крыжаков тоже беспополучие. А я поэтому и знаю вас. И поэтому нам это закладку мать дала. А то нельзя... Я же смотрю, есть закладка-то ваша старобрядческая. У нас очень строго все. Да, да. Все с бородами. Бороду не трогает ни один. Понятно. Хорошо. Никаких красок и... Сережки-то не носишь? Нет. Царю Небесную, Тешителю, Душе истинной, везде и вся исполняя сокровища благих, жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всяких скверных. И спаси блажья душа наша. Видишь, я плачу. Святые Божии, святые гребки, святые бессмертные, помилуй нас, Святые Божии, святые гребки, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепки, святые бессмертные, помилуй нас. А Пресвятая Троица... Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пресно, и вовеки веком. Пресвятая Троица, считай, как дальше. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наш. Святы, посети и исцели немощи наши. Имени на Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пресно, и вовеки веком. умень. Отче наш, и жри и си на небесе, да светится имя Твое, да бредит царствие Твое, да будет воля Твое, як на небесе, на земли хлеб наш насущный дашь нам днесь. Нам днесь. Не перебивайте. И остави. Не перебивайте. Я люблю, когда перебивают. Ну, снова начни. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и окажи мы оставляем дожняком нашим. Не введи нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. А отче наш, ты не до конца досчитала. Там дальше, ибо Твое есть царство, сила и слава валики. А у нас нет. А у нас нет. Вот нет, надо считать. У нас вот это претворение. Да, это. Потому что у нас священник, без священства спасения нет. Нет таинства, А у нас и причастие все есть. А у нас нету. А у меня брат священник, Тарадон. У поваров нету у нас. К нам митрополит приезжает. Поэтому я тут и вы меня... Вот Вера-то. А вы считаетесь раскольниками. Но это неправильно, что вас так называют. Раскольники те, кто колол. Да-да, а мы-то не раскольники. Старобрядцев, в которых нет священства, их разных больше 50 названий. Я знаю. Знаете? Знаю. Там и дырники, и голбежники, и кого-то и конец. Там топольники какие-то еще. Да-да, топольники там обязательно. Дверка должна быть в стенке, чтобы перед ней молиться. А другие только в голбце молиться. Нетовщина глухая. У меня икона есть старая. Одна икона всего. Ну икона-то да. Ну так, поговори с ней еще. У меня медицинское образование. Не надо мне... Какое? Я как начала лечить, начала лечить. Ну? Я закончила... Ну, массаж делать. Бабушки лечили массажем. Баня, банный массаж у меня. То есть и без бани никуда. Баня нужна. Нет, я и без бани могу. Без бани можно. Так. Я когда начала лечить, я поняла, что массажем... Я начинаю с пальчиков, кончаю макушкой и кончаю животик. Как животик надо поправить. Ну да. Вот это жизнь. И когда я поняла, что я массаж делаю, мне надо медицинское образование. Я в 60 лет закончила медицинский колледж на Малахово здесь. Здесь, в Барнауле? В Барнауле. И в 63 закончила на психолога при БКПУ. На кого? На психолога. О, Боже мой. Да, за человека, братцы, надо очень много знать. А молитвы надо знать. А я говорю ему, я ему лечу и говорю так, не я лечу, Господь лечит. Это правильно. Господь лечит. А я как посредник. А вы на исповедь-то ходите, у вас кто-то исповедует вас? Да, меня исповедует. И вы свое лекарство, это ворщебное искусство там говорили, как делаете? Да. И вас наставница ничего не сказала? Ну, они свои-то не верят. Ну, в общем так, это батюшка делает. Ты сходи к нему на исповедь. У нас когда приедет батюшка, скажи, я хочу на исповедь сходить. Ну, я к сестре езжу в Белокуриху. А у меня сестра принимает на исповедь. Это у нас оттуда, Речкунова, это мать была там. Ну, я могу и у вас принять. Я вам верю, и вы же, я знаю, что вы киржак. Ну, да. Вы киржаком. Ну, так, договорились. Посидишь маленько? А что? Ну, поговоришь с Надеждой Васильевной, не надо? Да нет, не надо мне дела. У меня дела, я человек занятой. Значит, тогда уходим вместе? Да. Ну, все тогда, закрывайся. Игнатий Тихонович, а вас как? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна? Ну, очень приятно. А вы Марфа как величаетесь? Марфа Филипповна. А? Марфа Филипповна. Филипповна, вот это да. Как красиво звучит. У меня Филипп один. Нас в семье девять человек. И как их звать? Перечисли. Девять детей. Ну, перечисляй, как звать? Ну, а некоторые уже умерли. Ну, перечисляй мёртвых. Мёртвые души всё равно же как... Перечислять? Да. Татьяна, Василий, Наталья, Марфа, Иван, Георгий, Людмила, Сергей. А что-то я одного... Раиса. Татьяна, у вас ни одного имени нету, которое вы так называли, как попало, не по календарю? Нет, они молятся по-своему. Знаете, там другие имена совсем. Вот смотрите, я Игнатий, и дальше Тихон, а у Тихона брат Амос, Наум, а у матери три брата Макари, Филарет, Эммануил. У меня брат старший Самуил, меньше меня Яаким. Имена-то какие? А у вас всё Серёжа и всё это... Ну, называли уже советскую... Ну, называли... Вот у неё тоже, вот она, мать-то верующая, а называли только как хотели. Верующая, верующая... Нина, там, Тася... Уже гнобили нас, мы выживали. Это понятно. Но имена, по именам видно, что вы не настоящие старообрядцы. Вы называли как хотели. Ну, они... У нас дедушка Терентий... Они верили, мы не молились, потому что притесняли. А... Точно так же у нас. Отец говорил, без Бога не до порога. Это хорошо. Пойдём до порога вместе одевайся. Так, бери свой сундучок, пошли. С Богом. Надежда Васильевна. Очень, очень... Так, всё, одновременно выходим. Одновременно выходим, да. Господи, было я сломил. Всё, закрывай её. Пусть она закрывается. Ну, Марфа, перейдём. Я собиралась к вам. Так, хорошо, что ты зашла. Одевалась я. А у вас дома кошка есть? Нет. А не хотите иметь? А то бы я подарил, у меня кошка хорошая. Нет, я уезжаю, приезжаю. Я на бегу живу. Ну, хорошо, пошли дальше. Я тебя провожу. В общем-то, да. Это даже очень интересно. И вот я заплакала с вами. Я по секрету скажу. Ну, Надежда Васильевна, надо было сказать. Я заплакала, когда я читала молитву. Когда я плачу, значит, какой-то негатив к вам ещё идёт. К вам. Я с вас негатив сняла. Понял? Ну, от меня негатива нет никакого. От тебя нет. Ну, кто-то... Ну, кто-то вот с этим, я сказал, затронул врачиство твоё, и сразу негатив полез. А надо этого-то говорили, ничего не было. Он именно в момент, когда я сказал о вашем врачистве, в это время уже он зашевелился, может быть, в вас. Негатив? Да. Ну, вот я заплакала, он ушёл. Вот всё. Он ушёл. Никуда он не ушёл. Ушёл. Его трудно изгонять по стуум молитвой. Нет, нет, я это... Я молюсь. Ну, это я знаю, знаю. Я живу, как сказать. Это очень трудно изгонять. Очень трудно. Люди думают, что служат Богу, а на самом деле дьяволу. Когда вот это лекарство... У нас два лекарства есть. Священники и поликлиника. Так. Ну, всё, во славу Божию. Где ты говорил звонок-то? Пойдём сюда. Вот сюда, вот видишь, пониже одна доска. А на стене, вон, видишь, нет? Вон, на стене. А-а-а. Шагни. Вижу, вижу. Видишь? Вижу. Под козырьком. Нажать и всё. Если нету, если заперто, значит позвонить. Но ты должна прийти пораньше немножко. Хорошо. Минут без пятнадцати хотя бы. Хорошо, ладно. Договорились. Договорились. Ну всё. Так не в ту сторону пошла-то. А я за водичкой. А-а, воды надо. Да. Давай. Вот такие, брат, дела. Спасибо. Продолжение следует...